И со мной два... Я даже не знаю, как назвать гости. Демоны. Демоны. Два гостя, просто лучше два гостя. Гости, гости. Вы же ведущие? Да, вы же хозяева. Вы же хозяева. И со мной два хозяева. Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник. Вы уже знаете, что это время очередного выпуска программы «Доживём до понедельника». Сегодня у нас в студии Евгений Гендин, Ольга Владимирова и меня зовут Елена Кальянова. Мы работаем с вами. Полчаса. 370-3101 наш телефон. У нас есть Facebook. У нас есть связь. У нас есть всё. Пишите. Откликайте. У нас сегодня нет Гельфера. Добрый вечер. Сегодня нет Гельфера. Я буду Гельфера заменить. Сегодня много экстрима. И у нас сегодня есть очень много впечатлений о событиях минувших выходных, о событиях минувшей недели. Будем их обсуждать вместе с вами и надеемся на вашу реакцию и участие. Вот как вам профессионалам журналистским, а не убывать, им удается, вот в таком экстриме, бас, включил улыбочку, у неё всё хорошо. Работа у нас такая. У неё всё хорошо, нет экстрима. А экстрим – это хорошо. Почему экстрим – это плохо? Я на самом деле… Экстрим – это адреналин, это вечная молодость. Без рецепта причём. Женечка, ежедневно полчаса работы в прямом эфире. Не нужно никаких прыжков из парашюта и ныряний куда-то. Это очень… Я тебя люблю, на нас город смотрит, поехали. Поехали. Я пришёл, на самом деле, новости от вас узнать, потому что я весь погряз в джазе. Ну, давайте вспомним просто, что… Вы начните, а я подхвачу, если что, буду вставлять редкие реплики уставшего человека. Если у нас сегодня импровизация, то импровизация – это джаз, начинать с джаза. Давайте начинать с главного. День города. Давайте начимать здесь. Ты где начинался? День города. Два дня – это такое колоссальное событие. Вернее, событий было большое множество в эти минувшие выходные. Событий, на мой взгляд, достаточно современных. Может быть, иногда таких, которые можно рассматривать с юмором. Иногда серьёзных, но город изменился. Изменился в лучшую сторону. Было много очень красивых, нарядных людей. Гуляющих, отдыхающих, сидящих на траве, слушающих музыку. В хорошем смысле этого слова – сидящих на траве. Сидящих на траве, да, в прямом смысле. Люди похорошели, сидя на траве. Людей трезвых очень много было. Кушающих вкусную пищу, оригинальную, большую. Там было очень много пищевых рекордов. Хорошие музыкальные события. На мой взгляд, это вкус. День города был проведён с большим вкусом, порядком, чем это было ранее. Это моё мнение. Впервые за много лет не перекрывали мост. Люди обрадовались. Хотя по традиции спрашивали, когда же это случится. Очень многие, кстати, по традиции уезжают из города именно в эти дни. Я всю жизнь уезжал. Потому что боятся толп, боятся сложностей с передвижением, как это будет, куда-то за город. Но в этом году стоило остаться на самом деле. Потому что если толпы и были, то это были толпы какие-то воодушевлённые, такие радостные. Ну да, безусловно, конечно, полиции пришлось тоже напряжно. На самом деле мы видели сводки. То есть не всё так прям радужно, что ничего не происходило нехорошего. Кто-то и напился, кто-то и подрался, кто-то и подрезал. Но это происходит каждый день. Не участники этой передачи. На самом деле это происходит. Мы были на Jazz-фестивале. И не участники регаты. Людей со всем миром. Я хотел просто в эту вот благость, которая имеет основание, тоже не перебить его. Они думают, что плохое хочется сказать. Гадость сейчас мы все любим друг другу. Говорить и писать. Ну, кроме того, я всё-таки действительно вот в тему того, что вы говорили. Просто это же делается для горожан прежде всего. Хотя мы сегодня будем о резонансе. Потому что произошли события, которые резонанс, ну, более чем значение городского и даже на национального. Понятно, что я говорю о Jazz-фестивале. Я говорю вполне ответственно и с гордостью, и с болью. Но это делается прежде всего для горожан. Очень много хороших отзывов о дне города вообще. Понятно, в семье не без где-то чего-то там испорченного, маленького. Ну, маленькие, может, где-то там родцы были. Ну, какие-то там залежалые отзывы, просто были перебереженные с позапрошлого года. Я не видел дня города. Недовольные люди всегда есть. Кого-то шумно, кого-то невкусно. Я не видел дня города, потому что, да, был погряз в музыке. Ну, всем угодить нельзя никогда. Ну, вот Елена Пулина, я прочитал, вот она, по-моему, да, причем это не благостность, а такой вот. Она написала, Елена Пулина, очень известная преподаватель английского языка, школа Пулина, да, вот она написала. «I love my city» проснулась в прекрасном настроении с воспоминаниями о двух днях праздника в нашем городе. Не говоря, честно говоря, не собиралась никуда в эти дни. Только уехать подальше, как обычно. Очень рада, что осталось. Моя огромная благодарность всем организаторам джаз-фестиваля, не только по этому читаю. Этот Open Air Jazz лучшее, что я видела в Днепре за всю жизнь. Об этом мы еще поговорим. Она тут, набережная Константин Сахацкий и группа «Инши». Ты знаешь, ты же у нас по руку, да, вот она, ваша энергетика, сотрясла набережную. Спасибо нашему мэру и его команде. Как раз тот случай, когда все на прекрасном уровне. И уборка после праздника, вежливая полиция, и бесшумный салют. Люди Днепра, вы прекрасны. За два вечера активного общения с народом я заметила лишь несколько пьяных. Агрессии не ощущалось совсем. Спасибо за мой безопасный город. Ну вот в тему к Елене Полиной скажу, что на самом деле в эти два дня в Днепре происходило четыре фестиваля одновременно. Четыре. Самый крупный был. Ну как вы считаете, это хорошо, это правильно. Нет, но я понял, что... Был Днепророк наш вечный, пятый. Он всегда на левом берегу происходит, на пляже. То есть там, куда обычно не доезжают, на левом берегу у нас мало что происходит такого. Вот был Самар-фест в Новогородицкой крепости. Туда поехали люди, которые увлекаются историей, фольклором. И был Блюз за Украину, который благотворительный, небольшой фестиваль. То есть и днем, и ночью происходило все. То есть в разное время. Ну вот по поводу джаза на Днепре, хорошо ли? Да, я вам могу сказать, как... Нам показалось, что не стоит его в следующий раз привязывать к Днепре. Безусловно, я думаю, что это полноценное отдельное событие. Хотите правду, я вам расскажу правду и зрителям, когда, то есть абсолютно согласен, и следующий фестиваль, а он будет, как бы ни сложили. В любом случае, я гарантирую, следующий еще более качественно, потому что и этот стал событием с ошеломительным резонансом, которого я клянусь при этих организационных... Я знал, я же сказал там, что мы гарантируем две вещи. Это организационные накладки и высочайшую музыку уровня, которого в Днепре не было. Реальность и накладок, которых зритель не увидел, потому что полуторачасовая задержка первого дня, это, ну, это форс-мажор. Но был выбор, я можно, да, потому что либо средненький звук, но вовремя и все довольны, либо звук, ну, все отмечают. Ну, вот, ты перебываешь, ну, такого звука и вот этого сочетания, я не буду, как бы, сам себе... Первое, условие для музыки, это звук первое. Да, открывайте, да, открывайте фейсбук, открывайте и украинские средства массового... Всех же мы не можем купить, вот, за столько мы... Кто ставил сцену? Мы здесь разные люди. Звучья заслуга, злучья аппарат. Я не буду, я не буду, это рекламные вещи, там очень много было форс-мажора. Нет, на самом деле это важно, ну, поблагодарить людей, которые отработали профессионально, ну, на самом деле, можно один раз. Нет, я не могу этого сейчас, как бы, потому что это, тем более... Спасибо Гендино можно говорить, а звукорежиссеру нет. Вот, это действительно получилось знаковое. Вот скажу, просто вставлю такую, две копейки, да, в телефонный аппарат, позвоню из прошлого. Ни один концерт «Океана Эльзы», при всей любви там нашей, не начался в Днепропетровске вовремя. Полтора часа – это обычная задержка. И ничего, люди терпят, да, толпятся, да, там какой-то там, какая-то ругань происходит, но потом они все равно дожидаются, получают кучу эйфории и пишут, как было классно. Те, кто очень хотел что-то найти, не забыли, об этом зрители забыли. Я, ну, нас искупает, действительно, реакция людей, горожан, и Львов, Донецк, люди, и переселенцы, Киев сюда приехали. Жень, можно я скажу буквально слово? Просто вот не нужно было перекрывать, нужно было запустить людей в эту часть острова, они бы там гуляли и два часа. Да, и придумать какие-то там петажные языка. Были ли у нас ошибки, их было дофигища ошибок. Ошибок больше не было, на мой взгляд, никаких. Результат, он для города, для имиджа, вот я вам скажу такой, да, я отвечу на этот вопрос, безусловно, не будет фестиваля в День города. Я просто могу, когда мы его затеивали, у нас была информация, ну, такая вот информация, на которую мы положились, о том, что в День города это будет, ну, как бы, главным событием, что, собственно, и произошло, и это нагло звучит, но и тем не менее, по резонансу дальнейшему, который уже сейчас катится, вот, ну, что не будет там каких-то звезд, я с уважением к музыке, другого плана, но появилось. С одной стороны, это здорово, это форс-машот, и у людей был выбор, с другой стороны, бесценная штука опыт, безусловно, мы сделали вывод уже, как эти дела, как планка неожиданно из этого хаоса очень высока после этого первого фестиваля. И уже стало понятно, как, с кем его делать, чтобы это было еще круче. И музыканты, уже среди музыкантов мирового уровня пошла определенная, я не распускаю пальцы волна, что в Днепр... Но ведь это замечательно. И очень вот важная вещь, вот смотрите, я не буду расхваливать фестиваль, и все-таки всяко-разно было, но Днепр нанесли на карту, вот, своего рода нанесли на карту. Сначала на сайтах мировых джазовых звезд это появляется, ну, и в том числе вот Джамалу, но я имею в виду мировых все-таки звезд. То есть Украина... Очень хороший подбор музыкантов, при том, что Чик Корея был в тот же день под Киевом. Украина, еду в Днепр, еду в Днепро, Днепропетровск еду. Вот Сайрус Чеснот, можно показать фото его фейсбука? Хорошо, что Днепро, да, и легче написать и сказать. Вот это из его фейсбука, это покоривший всех, вот, я понял, что ты влюбилась в него, да? Мне очень понравился Сайрус. Сайрус Чеснот, да, пианец, входящий в десятку лучших пианистов мира, очень интересный такой там мужик. Я в курсе. И у него на фейсбуке, значит, было, когда он написал, там, еду, going to Ukraine, пишут, safe travels, be safe, bro, God bless you, Сайрус. Ну, то есть такое вот, как родная меня мать провожала. Но, правда, был один коммент, мне очень понравился, safe trip, but Ukraine is wonderful musical country. Сначала они объявили это, это появилось, название там, как бы, Днепра, это не провинциально, действительно, обозначение. Потом они увидели это вживую, и вот сейчас пошла, как бы, обратная волна, джаз на Днепре, Днепр. Я закончу, не буду, как бы, вот это вот расхваливать. Они увидели, то есть, крутой публику, крутой город и крутой джаз, то есть, контекст, что здесь очень серьезный фестиваль. Они же не знают наших болей, накладок и так далее. Накладки технические, задержка нормальная. Это сочетание нашего, пусть не ухоженного, но в нем монастырского острова, река, Днепр и публика. Полный первый день, полный второй день. Ну, это лишь не будет его уходить на будущее. Теперь понятно, зачем. Вот такого фестиваля, ну, действительно, были ли ошибки организационные? В иностранных звездах, что они, вот, как дети, искренне тегают Девятый канал, тегают Днепр, тегают Монастырский остров. Ну, вы видели, от них такая безумная позитивная энергетика и понимание. Они рассказывают, где они находятся, да, то есть, они не скрывают, что они в Украине, они в Днепре, они вот тегают там название феста. Ну, это очень классно. И не случайно же приехали, хоть это, кажется, там, распальцовка, там, Луценко, там, Княжецкий и так далее, нардепы всякие. И вот, кстати, джаз объединяет настолько разных людей, можно вот фотографии двух, мы, там, это, как ее забыл, а, Катя Асача. Катя Асача и Дмитрий. Это, как ее, шляпки, да? Вообще, если бы мне кто-то сказал, Катя Асача и Дмитрий Ярош в Днепре на фестивале, там много еще, много о Кумнезея говорили. Ну, почему не только же Дмитрий Ярош? Ну, это джаз, фри-джаз и мейн-стрит. А Яроша приглашали отдельно, или это его лично? Нет, это гость Филатова. Я пригласил, и потом Борис Альбертович подозревал, но пригласил его я, там, Юрия Луценко, генерального. О, я его пригласил, как Луценко, с которым я познакомился, когда он сидел в тюрьме. Не в смысле, я с ним сидел в камере. Вот, я знаю его, как, не как генерал, я ему сказал, когда встретил, что, значит, Юра, ну, я так называю, я рад тебя пригласить, но если бы я знал, что я приглашаю генерального прокурора, я бы немножко звонил, потому что это, ну, невероятно все сложно. То есть, ты хочешь сказать, если бы он не был прокурором главным, ты бы... Все равно, я его знаю, как начитанного человека, как ценителя музыки, как ценителя джаза, как и Николая Княжицкого. Собственно, вот поэтому. Я, насколько понимаю, уже работа над ошибками началась, да, у организатора. Ты можешь озвучить какой-то главный урок для себя. Главный урок это... То, что надо делать. Первый урок, который все равно, он, это были объективные обстоятельства. Такой фестиваль уже надо начинать готовить завтра. Рассчитывать, понять, съесть свое, разгрести вот этот фестиваль, агрести еще грести. Вот, и начинать готовиться. Но у нас этого изначально, это не наша вина. На самом деле, это главное правило всех фестивалей. Второй начинается на следующий день после закрытия первого. Да, вот мы сейчас... Хорошая музыка, хорошая организация. С нашей стороны, организация была там, скажем, по пару провальных мест, многого чего не увидели. В этом плане город помог, там, выручил. И, в принципе, хорошие деньги. Извлекли уроки. Но такой фестиваль за те деньги, в том числе и за реальные деньги, которые пока у нас появились, провести такой фестиваль, ну, я бы тем, кто его провел, в общем-то... Можно, можно у меня вот такое пожелание? Оно связано с моими впечатлениями, совершенно такими спонтанными. Так получилось, у меня есть фотографии, хотела показать тебе в эфире. Что там, какой-то компромат? Немножко такой скомканный получился старт, да, вот эта задержка. Вот, и мы входим, когда уже сели на трибуны, и передо мной садится человек такой, если можно, режиссер, покажите, пожалуйста, вот с надписью, вот такой на спине. Если, знаете, слово affliction по-английски обозначает слово скорбь, печаль. Да, ну, это есть такая торговая марка одежды, да, выпускает, но вот прямой перевод этого слова такой. Для покойников? И я сижу так думаю, ой, мамочки, все, что-то вот еще будет, да, как-то вот плохо. Ну, давайте вот скажем, что это слово было синонимом такого названия трудный старт. Особенно для местного зрителя, конечно, да. Трудный старт, скажем так. И я уходила, и вот две другие фоточки. Это была надпись на футболке у Олега Скрипки, вот та самая девушка, которую ты забыл, как зовут, Катя Асачи. Я брала интервью у Скрипки, и у него на спине, вот не видно сейчас, в борьбе, взрастая с илом. На мой взгляд, это такое вот хорошее такое тебе пожелание. Учитель, не делайте, не опускайте руки, все будет хорошо. Ну, мы готовы помогать, на самом деле, с прессой, с волонтерами, с молодежью. Все будет хорошо. Я специально не пошла, я тебе сказала, я не пошла на фестиваль, я посмотрела, ну, первый раз не специально. Но на твоих билетах был кто-то хоть, надеюсь? Конечно, я была на Дне Пророки, а второй день я специально посмотрела через интернет. Мне просто интересно было собрать мнение, потому что я знаю многих людей, которые там были, и знаю, что многие из них достаточно желчные, достаточно такие вот предвзятые, но желчи было крайне мало. Куда они ее делят до того, не знаю. Данки грязи не боятся. Ее реально было мало. Я достаточно вменяемый при всей своей какой-то эксплуатации человек. Все-таки музыка больше, чем проблемы. И за то, что мне стыдно, и моменты были, когда мне просто было позорно и стыдно, они, безусловно, есть. И я свои там ошибки, я не буду прямо в эфире слова косяки говорить, и нашей команды, я готов на себя взять ответственность, поскольку так это получилось. Ну вот интересно, что, например, молодежь из консерватории, да, у них есть уже свои мысли. И блажущие мастер-классы бесплатные. У них есть свои мысли, предложения, и свою помощь они готовы уже предлагать. В следующем году, вот мы начнем сейчас готовить, я считаю, он должен, может быть, не два, а три дня, безусловно, не в День города, но тут еще природу надо застать. И хочется дать сцену и молодым музыкантам. Это тоже ответственность выпускать перед... Не было возможности выпускать перед такими и играть рядом с этими, ну, не прослушав. Ну, на это не было, вот, ничего возможности. Город должен жить джазом эти три дня, это вечная музыка. Да, хорошая была идея, кто-то высказал в комментах о том, что нужно делать такой вот джазовый городок. Совершенно, и была такая мысль. Нужна не только большая, но нужны уличные. Дорогие друзья, дорогие телезрители, спасибо за понимание. Это проба пера, это действительно была первая проба. Для нас неизвестно, чем она выйдет, хотя фестиваль будет, и я это гарантирую. Но для города и для имиджа города мы вместе с вами, потому что не было зрителей, совершили, ну, реально прорывное дело. Можно Джамалу вот посмотри на балконе, пусть поют. Давайте, не все же видели, этого точно не все видели. Да, вот Джамала... Субтитры создавал DimaTorzok Хороший подарок сделали в день города, безусловно, и нам пора раздавать наши подарки. Мы объявляли, ну, такой условный конкурс, мы тут не, конечно, не устраиваем каких-то там гонок за лидером. Мы предлагали людям поздравлять город с днем рождения. Но получилось так, что мы, кстати, хоть и ругал журналистов Девятого канала, за то, что они задавали какие-то неудобные вопросы, но это нормально. Знаешь, журналистика чем отличается от пиара, да? Журналист спрашивает то, чего не спрашивает пиарщик. То есть то, что, как правило, не покажут, не показывают все. Но на самом деле в этом... Дорогая, мы все на нервах. В этом находится некое там зерно. Да, но тем не менее, вот Кальянова не даст соврать, что сегодня в новостях было сказано, что, безусловно, топ событием Дня города стал джаз-фестиваль. Было сказано точно. Столько комплиментов тебе. Вот это так. Поэтому так получилось, что... Эфирное время. Я сейчас честно рассчитаю. ...что победители нашего конкурса не писали нам никаких там особых поздравлений городу. Не, были какие-то, да, но очень интересная была. Ну, те, кого мы выбрали. Они высказали какие-то полезные мысли, на которые их надыхнул джаз-фестиваль. Это синтез городской инфекции Ольга-Бугай. Мы считаем, очень классное предложение. И надо вместе с департаментом транспорта и с департаментом джаза вместе... И уберем нашу боль. Да, это, кстати, то, что бесит Кальянову, нашу любимую... Меня подбешивает. Подбешивает от маршрута. Я тоже езжу на маршрутках порою. У меня нет личной маршрутки. Так расскажи, в чем идея. Суть в том, смотри, Ольга-Бугай, написав много хороших слов о джаз-фестивале, написала. И еще, уявить в себе, с завтрашнего дня маршрутки, у которых играет джаз, по 4 гривни, у которых шансон 10 гривен, без музыки по 5. Думаю, для фестиваля наступного року треба было бы... А, просто... Ну, короче, маршрутки, где джаз, 4 гривны, она предлагает. Звучит маршрутки без музыки 5, а маршрутки, где шансон, 10 гривен. Ну, я хочу еще классику и рок, например, и рэп хочу. Так, подождите, это люди будут платить больше за шансон. Да, да, да. Если ты хочешь ехать в маршрутке, в которой играет шансон, 10 гривен. Я думаю, спрос быстро упадет просто на этот жанр. Ну, то есть, это такое вот мотивированное прививание вкусов людям. У нас же много прививка, говорили, что ладно. Вот, и мы решили, мы решили, что вот футболка с I Love Dnipro, со всеми символами, дизайнерская футболка, да, пойдет Оле Бугай. А, то есть, это кумовство. Она для вас, ой, вы ее знаете. Ты же сам только что сказал, что это кумовство. Мы не просто ждали каких-то теплых слов, а мы получили конкретное очень хорошее предложение. И второе, второй есть победитель у нас, это Наталья Злыгостева. Я объясню, почему, я думаю, что вы со мной согласитесь. И они были на джазовом фестивале тоже. Да, девушка-переселенка из Крыма, вот, и она написала, что, живя в Крыму, я ни разу не была на джаз-фесте. Это еще одно, ради чего, видимо, стоило переехать в Днепр. То есть, представляешь себе, вчера и сегодня первый праздник в городах, в который я включилась. Поэтому, наверное, для меня теперь Днепр навсегда будет ассоциироваться с джазом. Я два дня пыталась поймать нужные ощущения и слова для поздравления теперь уже моего города. А сегодня поймала музыкальные ассоциации. Для меня новая жизнь в Днепре как джаз. Свобода, экспромт, легкость, возможности, импровизация, экспрессия, краски жизни в различных темпах, тембрах и ритмах. Грусть переплетается с достижением. Ой, как здорово. Усталость с ресурсом, радость с неожиданностью, неудачи с виражами вверх. Спасибо Дне Проднепряне за все, что было и все, что будет. И за радушие и гостеприимство. Спасибо еще раз праздникам. Вот это, по-моему, тебе очень прям в душу. Это же еще люди с ограниченной мобильностью, которой мы были. Мы не смогли на 100%. Ну, скажи это в душу тебе, да, вот взлет и падение. Мы максимально постарались, чтобы они были на этом выступлении. Я просто, например, благодарна Наташе за слова в том, что Днепр — это новые возможности. Я так часто слышу, что Днепр — это депрессивный город, из которого надо уезжать. Вот тут действительно без ищетства и прочего, невзирая на горячие мои какие-то взаимоотношения. И тем не менее, когда мы команда, мы действительно горожане все. В данной ситуации сработал и Филатов здорово. Ну, вы согласны, что второй подарок мы Андрею Наташу? Хоть я очень зол. Согласны? Да, да. Вот достойные слова. Все, Наташа и Оля, вам подарки. И Калянова не пила много. Она пила? Да. Пила, в смысле, не пилила никого. У нас сейчас юмор в цене высокого. А, кстати, о юморе в этом что-то... Да, вот я думаю, что День города достаточно. У нас не очень много времени остается. Ну, давайте так, коротко об основных каких-то резонансных событиях недели. Это вы. Был вчера или позавчера появился этот скандал. Вернее, юмор, который привел к скандалу. Я имею в виду выступление квартала, 95-го квартала в Юрмале. Очень много обсуждают это в соцсетях. Уже и новости показали. Уже появился официальный ответ команды. Ну, я думаю, что в курсе. Вы, вот, Женя, был не в курсе. Не поверите, на половину курса. Мне два раза обратили и спрашивали. Ну, на самом деле... И даже если был бы в курсе, ничего не сказал. Действительно, все нужно смотреть в контексте. Я согласна, что шутка была о том, что Украина попрошайка. Ну, вот, если куда-то кондиционировать. Контекст. Не знаю, не видел, не готов. Спор, главный спор о том, нужно ли нам самим выносить ссор из избы и шутить на людях вот таким вот образом. Вот люди спорят. Да, мы все знаем, что у нас проблемы, действительно, они есть. Ну, такой Порошенко попрошайка, там, просит деньги по миру бегает. Это было на какого зрителя, в смысле, не на украинского зрителя, а в юрмале. Это в юрмале. Вот многих, собственно говоря, раздражает то, что это было где-то за границей. И, как бы, вот, украинец, да, украинская звезда такого уровня, она, ну, нехорошо шутит о своей же стране. Ну, это такая, на самом деле, очень болезненная шутка, как по мне. Это даже не шутка, это, скорее, такая вот сатира, может быть. А мне знаете, что понравилось? Сарказм. Мне понравилось, что людей это возмутило, возмутило публично. То есть, вот, вообще, реакция и чувство оскорбления, это уже признак какого-то неравнодушия. А я тебе скажу другую вещь, не зная этого. Это уже вот какая-то черта активности. А с другой стороны, топот ног, то есть, растаскивание по разным информационным поводам, у нас же раздается периодически, и в Фейсбуке, а, зашквар, и все, не разобравшись, компанейщина, все бегут. Ну, что, один возмутился, а значительная часть не разобравшись. А мне вот не очень нравится, что это гнев в сторону вот зелен. Мы же понимаем, прекрасно, что это комплексная проблема. Просто раньше, когда все, когда был Задорнов и Петросян, и когда они рассказывали с удовольствием, какие мы дураки, да, и какие за границей там все классные, а мы дураки, и все так вот просто вот над этим ухаха назывались. Ну, это такая шутка злобная. Ну, это, в принципе, то же самое, да, у Зеленского? Як у Зеленского будет задорно, у Зеленского. Ну, неправильно, ну, это все равно, мне очень трудно, а, я не знаю консекста, б, я знаю Зеленского, это, в общем-то, мы достаточно, это не друг, но приятель, скажем так. Ну, Зеленский ответил. Ну, и коллега в определенной степени по цеху, и я все-таки должен посмотреть контекст, а даже если бы я посмотрел, я врать не буду, я бы не стал бы, я, ну, есть у меня. Зеленский ответил, он сказал, что суть проста, суть этой репризы, достаточно брать кредиты, за которые отвечать нашим детям, внукам и тем, кто будет жить после нас, и внести ответственность за те гнатные дела, которые мы творим. Мы гордый народ, они попрошают. Не, ну, это похоже на популиста, конечно, политика. Ну, на самом деле, я понимаю, почему люди обиделись, да, обиделись, обиделся, это обычный, вот, ну, обыватель, скажем так, который не имеет отношения к тем вещам, которые происходят в правительстве, что ему больно, что Украина ассоциируется в мире вот с, эй, все украинцы, это вот обобщение такое. Ну, я понимаю, что, наверное, очень многим россиянам больно, когда говорят, что там все россияне убийцы, да, по отношению к Украине, то есть это тоже такие вот, ну, тонкие, на самом деле, вот материи, да, ну... Мы тут в минувшей программе уже упоминали, вот когда мы обсуждали тему Интера и пожара на Интере, и вот тот контент, который освещает Интер, вот так вопрос опять, где наш надсовет, что они делают, где наши органы контролирующие, это не то, что вот мы должны жить в цензуре, да, но как какие-то вот указания, возможно, ну, какая-то реакция должна быть, да, ну, какие-то патриотические вещи. Извините, пожалуйста, тогда Владимир Самойленко написал, я же успел все-таки выложить последнюю мишу, у нас есть программа, я забыл. Одно дело, Владимир Самойленко пишет, одно дело пошутить над страной, другое откровенно оскорбить. Это уже не самая ирония, это что-то сродни некоторым девиациям, мне объясните, что такое девиация, и, вроде, мазохизма, об этом мы тоже после программы поговорим, да. А я хорошим хочу сказать, вот за 4 дня идет Паралимпиада в Рио-де-Жанейро, Украины 49 медалей, 49 медалей, третье место пока мы держим, третье место, 18 золотых, 13 серебряных, 18 бронзовых вот на эту минуту, может, уже больше. И вот я четко знаю двух девушек из Днепра, которых я помню еще по интернату, значит, Черина, это Лида Соловьева, пауэрлифтинг, она чемпионка мира, у нее золото по подниманию, там, веса, это такая вот совершенно малюсенькая девушка, и Зоя Овси, которая метает молот, она наметала на серебро, вот она тоже из Днепра, вот две призерки, да, это, ну, это настолько вот просто распирает от гордости, это вот радость, и вот, ну, тут даже вот не пошутишь над этим, никак, только радоваться надо. Было, у нас много позитивного было, но хочется действительно в патоке не растекаться, но не исползать вот эту червуху, потому что есть импульс какой-то все равно у страны, есть импульс города, пусть это противоречиво, но вот после этих дней, это не должно улечься, это должны быть сделаны выводы, и этот импульс подхватить, джазовый импульс будет подпочинутая гарантия. К сожалению, уже тоже горько по этому поводу пошутили, что ведь Паралимпиады, это соревнования людей с ограниченными физическими возможностями, и вот тоже уже написали, что, к сожалению, люди с ограниченными возможностями достигают часто и завоевывают для своей страны гораздо большего, чем люди с неограниченными возможностями. Мобилизация, да, ну, конечно. Да, и в том числе и финансовыми. Ну, что, время нашей программы подходит к концу, и следующие события там много. Да, у нас же директор канала, нельзя договориться с директором канала, чтобы... Я знаю, сколько у нас минут. У нас около минуты до конца. Я хочу тогда быстренько... Там была Лещенко с квартирой, да, очень важная тема недели такая была. Да, конечно, Лещенко-то. Я быстренько скажу, что сегодня знаковый день для Днепра, потому что сегодня день рождения Александра Максимовича Макарова, это великий человек для нашего города. Сегодня, со дня его рождения 110 лет, 12 сентября, это человек, который 25 лет возглавлял Южный машиностроительный завод. Команда Днепр, куча там построек, кучу квартир при нем дали людям. Вообще, ну, гениальный был, очевидцы говорят, человек. Вот наши журналисты даже успели одно из последних интервью. С ним записать не будем его смотреть. Смотрите новости 9 канала, там все это будет. Ну, вот это действительно человек, который, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы о нем помнили. И я думаю, что его никогда не лишат звания почетного гражданина Днепра. И Александра Поля, по-моему, день рождения. Ну, и вот видите, сколько хорошего. Хорошо, что на хорошем мы сегодня закончим. Но хорошая не закончится при этом. Я думаю, что неделя тоже будет хорошей. И те события, которые неприятные, мы как-то вот тоже их переживем. Между прочим, это мы переживем. Спасибо за внимание. Мы любим этот город, совсем шо в нем есть. Оставайтесь на 9 канале. Всего доброго. До свидания. Вы оставайтесь, а мы пойдем. И со мной два, я же не знаю, как назвать гостей. Демоны. 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 Два гостей, просто лучше два гостей. Гостей. А что гостей? Гостей. Вы же хозяев. Вы же хозяев. И со мной два хозяева. Демоны. Демоны. Меня.